всем привет с вами Наталья Мапола и в этом мастер-классе мы с вами сделаем вот такое украшение в виде жгута на шею либо может быть вы захотите сделать браслет в любом случае выглядит такое украшение очень роскошно тем более что в сочетании жемчуг плюс золото я обожаю такое сочетание и считаю его наиболее нежным и красивым в моем понимании и если вам нравится идея создания такого украшения оставайтесь на канале ставьте лайк этому видео подписывайтесь на мой канал и не забывайте писать ваши комментарии я всегда с нетерпением жду ваши комментарии и с удовольствием на них отвечаю и так сейчас я быстренько расположу все необходимое на коврике для бисероплетения и мы начинаем мастер-класс и так по материалам нам с вами для данного мастер-класса понадобятся следующие материалы это бусины под жемчуг 4 миллиметра а также бисер мой самый любимый с квадратной серединкой и его номер цвета 17 050 и это размер номер 10 плести я буду на вот таких тоненьких ниточках для бисероплетения это нитки называется титан 100 и мы начинаем работу ссылки на все материалы и магазины в которых я приобретаю все материалы внизу под этим видео чтобы не останавливаться и не тратить ваше время и так начинаем мы плетение нашего браслетика с того что наберем 4 бисеринки на иголку набираем 4 бисеринки и затем смотрите каждую бисеринку каждую бисеринку я буду проходить иголкой на себя то есть начиная со второй я провожу иголку во вторую бисеринку на себя получается вот такая ступенечка затем следующую бисеринку я прохожу на себя и крайнюю бисеринку четвертую мы точно также проходим иголочкой на себя затягиваем нитку и у нас получается наши первые четыре бисеринки между которыми есть перегородки перемычки вот так это выглядит я вернусь назад вот так на одну бисеринку и сделаю узелочек здесь где встречаются у нас с вами две ниточки вот так затем смотрите я вновь провожу иголочку в ту же бисеринку на которой мы с вами закончили работу и затем нам нужно эти бисеринки все объединить в колечко так то есть я сворачиваю эту цепочку пополам и провожу иголку вот в эту крайнюю бисеринку и вновь вывожу вверх через ту из которой мы начинали все наш самый первый ряд готов вот так это выглядит 4 бисеринки которые объединены в такой квадратик затем мы сплетем с вами три ряда простым плетением дебели то бишь я буду набирать по 2 бисерины на иглу и буду проводить иглу в соседнюю бисеринку вниз на одну так затем я буду подниматься через соседнюю бисерину вверх вновь я набираю две вновь я ныряю вниз на одну так смотрим чтобы бисерины встали елочкой и поднимаемся вверх здесь вот через 2 вот так вновь набираю 2 бисерины на иголочку провожу иголочку вниз на одну бисеринку поднимаюсь рядышком в бисеринку через вот эту вновь набираю 2 бисеринки 2 вновь провожу иголочку на одну бисеринку вниз так и здесь поднимаюсь через две бисеринки вверх вот так еще один ряд сплетем с вами две бисеринки набираем на иголку проводим иголку на одну бисеринку вниз и поднимаемся на одну бисеринку вверх и еще раз набираем две бисерины на иголку проводим иголку через соседнюю бисерину вниз так и поднимаемся через две бисерины вверх вот они эти две бисерины теперь будем плести ой вот так через 2 вверх теперь будем плести добавляя бусины в наш с вами жгут или браслет я буду набирать смотрите две бусинки 4 миллиметра и между ними я буду брать одну бисеринку для того чтобы не было видно нитку в промежутках между бусинами это очень важный момент вот так набираем точно также на одну бисеринку я отправляю иголочку вниз и затем смотрите я поднимаюсь через вот соседнюю бисеринку наверх вновь набираю одну бусину одну бисерину одну бусину то есть вот такой набор и иголочку так вот вышла нитка иголочку опускаю на одну бисерину вниз вот она затягиваем и поднимаемся так что там не тут разошлось плетение секунду так вот и поднимаемся мы уже через смотрите вот эту бисерину и бусину вот так но новый ряд затягиваем работу вывели ниточку из бусины затем вновь я буду набирать бусинку бисерину и бусинку вот так и смотрите опускаться я буду иголочкой вот вышла нитка я буду опускать иголочку через вот эту бусинку вниз подтянули вот после того как мы оказались с вами выйдя из двух бусин внизу мы набираем одну бисеринку для того чтобы закрыть нитку между бусинами то есть одну набрала бисеринку и провожу иголочку вверх через вот эту бусинку сейчас я затяну покажу что имела ввиду то есть мы этими бисеринками прячем вот эти некрасивые перемычки они так между бусинами так как бусина крупнее чем бисер и здесь образуется ниточка вот на этой ниточке бисеринка теперь здесь набираю бусинку бисер бусинку так и провожу иголочку вот в эту бусинку затягиваем затем вновь я набираю одну бисеринку для того чтобы подняться наверх через вот эту пару бусин складываем вот так вот набрали одну бисеринку бисеринку проводим иголочку через вот эту пару бусин проводим затягиваем вот так затем так затем вновь я набираю одну бусину одну бисеринку и одну бусину и провожу иголочку через вот эту бусинку соседнюю вниз затем набираю в промежутке бисеринку вот у меня вышла нитка из двух вот этих бусин я провожу иголку через вот эту бусину наверх подтянули и эта бисеринка видите она закрывает просвет между бусинками вновь и набирая на иголку одну бусинку одну бисеринку и одну бусинку так провожу иголочку вниз через вот эту соседнюю бусинку затягиваю затем набираю одну бисеринку в промежутке между бусинами набрала одну и провожу иголочку мы поднимаемся с вами через две бусинки наверх вот так подтянули продолжаем работу в таком же точно темпе то есть набираем одну затем бисеринку затем еще одну бусинку пропускаем иголочку вот в эту бусинку затем в промежутке между бусинами набираем одну бисеринку бисеринку и поднимаемся вверх через вот эту бусинку затем ставим следующую пару бусин то есть бусина бисеринка бусинка опускаемся вниз через одну набираем одну бисеринку в просвете в промежутке и поднимаемся через вот эти две затягиваем работу и плетем так до необходимой нам длины и так после того как мы сплели жгут необходимой нам длины будем заканчивать его точно так же как и начинали вот я сплела сравняла края жгута и вывела иголку из бусины затем между двумя бусинами мы набираем две бисерины я опускаюсь вниз на одну бусину так затем набираю одну бисерину недостающую вот здесь для того чтобы закрыть отверстие поднимаюсь вверх так подтягиваем затем здесь проводим иголку через бисерину и бусину то есть добавляем здесь одну бисерину для того чтобы закрыть просвет вот тут затем я набираю две бисерины закрываю круг над двумя вот этими жемчужинами то есть я делаю я провожу иголку вниз на одну и затем вывожу иголку через бисерину бусину вновь провожу иголку через вот эту бисерину и вывожу иголку из двух бисерин затем я провожу иголку вот в эту бисерину и вывожу из пары бисерин которые расположены над двумя жемчужинами подтягиваю плетение затем буду набирать по две бисерины на иголку то есть две набрала в соседнюю прошла на одну вниз на одну вверх так то есть вот следующую пару бисерин я вошла и плетем так плетем уже на дебели из бисера вновь я две набрала на одну вниз прошла вначале так стали ёлочкой бисеринки и поднимаемся на две бисеринки вверх вот они вот так набираем вновь две бисеринки на иголку вновь на одну ныряем вниз так поднимаемся на одну вверх затем вновь набираем две бисеринки на иголку опускаемся вниз на одну так и вверх поднимаемся через две заканчиваем плетение жгута жгутом дебели то есть продолжаем так плести до необходимой вам длины до замочка и так вот что у меня получилось у меня получился вот такой жгутик роскошный очень симпатично он смотрится на шее кто хочет посмотреть как он смотрится на мне переходите в мой инстаграм ссылку на мой инстаграм вы найдете в инфобоксе как и всю остальную полезную информацию всегда пишу для вас под видео под каждым моим видео вы можете найти информацию сколько каких материалов нам необходимо для создания того либо иного украшения а также где меня можно найти почта ну и всякие полезности где купить бисер и так далее вот такая работа получилась как вы заметили плетется данный жгут очень просто а выглядит просто волшебно закончила я мой жгутик как я уже говорила вот такой вот цепочкой вернее жгутом дебели на 4 бисерины и далее прикрепила пара соединительных колец с обеих сторон удлинительная цепочка и замочек здесь в качестве утяжелителя прикрепила бусины бусины на пинах получилось вот такое вот украшение немножечко позднее я посчитаю количество бусинок и напишу вам под этим видео количество необходимых материалов чтобы вы могли сориентироваться я плела как-то опять я когда плету просто я не задумываюсь и просто у меня релакс от плетения я не могу остановиться что называется я плету плету и потом забываю просто посчитать количество поэтому я количество бусинок посчитаю укажу вам под видео ну вот такое украшение получилось если оно вам нравится если вам был понятен этот урок поставьте палец вверх я буду знать что такие мастер-классы вам нужны и полезны не забывайте подписываться на мой канал и на этом все до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч